Всемички Лёва! Для времени любого! Спрашивайте в магазинах города! Русское географическое общество проявило интерес к культуре народов Зауралья. Сотрудники Шадринского центра русской народной культуры ЛАД едут на третий всероссийский фестиваль РГО. В этом году форум назвали «Народы России». Впервые центру довелось представлять русскую культуру народов Зауралья в столице нашей страны. В Москву уже отправлен контейнер посылка весом около полтонны с подлинными экспонатами, которые увидят москвичи и гости главного города России. И потому музей Шадринского центра национальной культуры, в котором мы беседуем с научным сотрудником, на некоторое время значительно опустил. Пришлось опустошить на время и почти половину фондов. Это и горница невесты с женскими рукоделиями, и мастерская ремесленника, где будут показаны мужские ремесла, и огромное количество костюмов, которые мы будем демонстрировать. Четыре раза за 10 дней фестиваля будет происходить впервые в Центральном доме художников дефиле в шадринских народных костюмах. Кроме этого, задача нашей делегации, как уточнила Елена Вадимовна, показать участникам Всероссийского форума народных культур мастер-классы по традиционным рукоделиям, характерным именно для Шадринского края и Курганской области в целом. Посетители Всероссийской выставки в Москве смогут оценить воочию многогранное мастерство бывших зауральских ткачих, вышивальщиц, гончаров, а также красоту и самобытность относительно недавно восстановленной шадринской росписи. Участие в фестивалях народных промыслов, ремесел и разных видов рукоделий подобного уровня для Центра ЛАД – дело привычное, но дальше Уральского федерального округа выезжать не приходилось. Москва для ладовцев – выход на новый уровень в изучении, закреплении и продвижении культуры народов за Уралье. Нам хотелось бы посмотреть, что могут представить другие области в рамках как русской культуры, так и других народностей нашей страны, познакомиться с чем-то новым, и, быть может, это даст толчок нашему развитию в том числе. Презентация истории Шадринска в рамках всей России, а не только культуры за Уралье, позволит привлечь более пристальное внимание туристов к региону, как считает Елена Вадимовна. Знакомство участников фестиваля с проектами Архимандрит Капустин, Константин Носилов и Царевна-легушка на сказочной карте России, реализуемых в Зауралье, помогут нашей делегации сделать мощный акцент на Курганской области, как территории, еще неизведанной массовым туристам, но весьма для него перспективной. Директор Центра ЛАД готова к выступлению на фестивальном лектории РГО с докладом Александра Никифорович Зырянов «Сказки Шадринского края». Тема, как считает Ирина Спирина, очень близка русскому географическому обществу. Александр Никифорович Зырянов был сам членом императорского русского географического общества и по заданию РГО посылал собранные здесь материалы. Наконец-то наши традиции, наш фольклор, наш костюм зауральский будет представлен вот так далеко. Главная героиня последних событий в Шадринске, связанных с появлением города на сказочной карте России, тоже готовится к поездке в Москву вместе со своим вторым образом Еленой Прекрасной. Они привезут с фестиваля документ-сертификат, свидетельствующий о законности появления Шадринска на сказочной карте России, а вместе с ним и новые идеи, как помочь городу еще приумножить свои культурные связи на благо его дальнейшего развития.